Такое возможно. Это возможно при некоторых ситуациях. Во-первых, по взаимному согласию сторон о расторжении договора о выплате документов соответственно. Изменение материального положения. Изменение семейного положения может быть вызвано, например, заключением нового брака или рождением еще одного ребенка. А плательщик алиментов может быть освобожден от их уплаты в связи с недостойным поведением их получателя или совершением им преступления в отношении плательщика, что очень важно. То есть женщина, ну обычно у нас мужчина платит алименты, бывшая жена какие-то совершила какие-то преступные действия по отношению к этому лицу, может быть физическое воздействие, ну или такого рода. Так что припомните, все подобные случаи это может иметь весомый аргумент в суде. Также алиментные обязательства также прекращаются в связи с истечением срока действия алиментного соглашения. То есть по достижению ребенка возраста, там, либо 18, либо 21 года, если он не пошел учиться. Достижением ребенком совершеннолетия или приобретение им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. Усыновлением ребенка, на содержание которого взыскивались алименты, но решение суда об усыновлении не освобождает родителя этого ребенка, плательщика алимента, от дальнейшей их уплаты. Если при усыновлении за этим родителем сохранены личные имущественные и имущественные права и обязанности. То есть если ваша бывшая женщина нашла мужчину и этот мужчина усыновил вашего ребенка, вы не освобождаетесь от алиментов. Вступлением нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга получателя алиментов в новый брак. Смертью лица получавшего алименты или обязанного их уплачивать без комментариев. Признанием судом восстановление трудоспособности или прекращение нуждаемости в помощи получателя алиментов. То есть если ваша бывшая жена находится в нетрудоспособном состоянии, вы также обязаны платить алименты. В любом случае проконсультируйтесь с юристом. Всем успехов!